Ах, пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Олимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Олимбет. Народный букмекер. Вязкая игра вышла, потому что соперника бронялся большим количеством. Мы пытались это вскрыть, мы пытались угрожать воротам. У нас это получалось, но если мы не забили гол, это не получалось, не очень идеально. Есть вещи, которые делали хорошо. В общем-то, нас не устраивает ничья, мы расстроены. Мы понимаем, что, конечно, каждая очко это копилка, но тем не менее мы настраивались на победу, и мы держали темп, и мы пытались, и вскрывали, и угрожали воротам соперника. Мы наиграли на гол, на мой взгляд, потому что такие моменты, когда уже понятно, что есть усталость, когда мы не попадаем в ворота, там, ну вот удары, и все вроде бы вот, ну вот, вот, рядом, рядом, рядом. Но это все так, скажем так, отговорки для бедных, да, то есть мы хотели выиграть, нам нужно было выигрывать, мы прикладывали к этому усилия, но вот эту эшелонированную оборону мы не вскрыли. Поэтому 0-0. Какой-то есть вопрос, коллега? Олег Петрович, такой вопрос, не могли бы определиться, что конкретно за игровой установки сегодня не смогла реализовать команда на поле, чтобы добиться все-таки результаты? В первом тайме мы немного спешили, и спешили в завершающей стадии уже в последней четверти поля. Это раз, второй момент. Мы делали дополнительные, на мой взгляд, усилия в плане контроля мяча и поля, потому что немножечко поле у нас такое, немного останавливало мяч, и нам приходилось делать дополнительные усилия. Вот, что еще? Мы вскрывали полуфланг-фланг и атаковали через середину, если соперник перестраивался на фланг. Ну и, собственно, все моменты, которые мы создали у чужой штрафной, они вытекали вот из этих вещей. Мы подбирали мяч и разгоняли атаки. Да, ну вот это то, что, собственно, было выполнено ребятам и держали темпы. Не получилось забить. Олег Петрович, разрешите поздравить с первым сухим матчем. И в связи с этим вопрос, два вопроса. Первый, при подготовке к этой игре учитывалось, что в предыдущих матчах достаточно много мячей пропускалось, и было ли сделать акцент на концентрации в игре в обороне, потому что не пропустили, уже не проиграли. И второй вопрос, как вы оцениваете Девяту Морозу сегодня? Безусловно, акцент был сделан, потому что мы понимали, что во всех наших матчах, при тех моментах, которые мы создавали и забивали голы, мы не могли пропускать ничьи. Причем пропускать их так легко. Конечно, был сделан акцент именно на это. Мы сделали определенную ротацию. Морозов сыграл хорошо. У нас получилось, что у нас 4 вынужденных замены, которые произошли, из них 2 защитника. То есть нам хотелось бы, это не входило в наши планы, потому что нам хотелось бы усиливать еще атаку. Но произошло так, как произошло, и здоровье футболистов гораздо важнее. Они отдали максимальные силы. Мы рады, что мы сыграли на ноль, но мы очень сильно расстроены, что мы не выиграли игру. Мы хотели бы поблагодарить наших болельщиков, которые нас собрали, и вообще полная чаша, и нас поддерживали. Поддерживали, когда какие-то эпизоды не получались, не были такими качественными, и они все равно давали нам веру и силу. Мы также, у нас не было сегодня фан-сектора, но мы чувствуем их поддержку и понимаем, насколько нам важно, чтобы они были с нами. И мы понимаем их решение. Мы благодарны абсолютно всем, кто пришел на стадион и кто болел за нас у телевизоров. Большое спасибо болельщикам.